Карлсон играет привидение. Только на следующий день, во время обеда, родители спросили малыша, как он всё-таки попал на крышу. — Ты что ж пролез через слуховое окно на чердаке? — спросила мама. — Нет, я полетел с Карлсоном, который живёт на крыше, — ответил малыш. Мама и папа переглянулись. — Так дальше продолжаться не может, — воскликнула мама. — Этот Карлсон сведёт меня с ума. — Послушай, — сказал папа, — никакого Карлсона, который бы жил на крыше, не существует. — Не существует, — повторил малыш. — Вчера он, во всяком случае, существовал. Мама озабоченно покачала головой. — Хорошо, что скоро начнутся каникулы, и ты уедешь к бабушке. Надеюсь, что там Карлсон не будет тебя преследовать. Об этой неприятности малыш ещё не думал, ведь скоро его на всё лето пошлют в деревню к бабушке. А это значит, что он два месяца не увидит Карлсона. Конечно, летом у бабушки очень хорошо, там всегда бывает весело. Но Карлсон... А вдруг Карлсон уже не будет жить на крыше, когда малыш вернётся в город? Малыш сидел, опёршись локтями о стол и обхватив ладонями голову. Он не мог себе представить жизни без Карлсона. — Ты разве не знаешь, что нельзя класть локти на стол? — спросила Беттон. — Следи лучше за собой, — огрызнулся малыш. Малыш, убери локти со стола, — сказала мама. — Положить тебе цветной капусты? — Нет, лучше умереть, чем есть капусту. — Ох, — вздохнул папа, — надо сказать нет, спасибо. — Чего это они так раскомандовались мальчиком, который стоит сто тысяч миллионов? — подумал малыш, но вслух этого не высказал. — Вы же сами прекрасно понимаете, что когда я говорю, лучше умереть, чем есть капусту, я хочу сказать нет, спасибо, — пояснил он. — Так воспитанные люди не говорят, — сказал папа. — А ты ведь хочешь стать воспитанным человеком? — Нет, папа, я хочу стать таким, как ты, — ответил малыш. Мама, Боссы и Беттон расхохотались. Малыш не понял, над чем они смеются, но решил, что смеются над его папой, а этого он уже никак не мог стерпеть. — Да, я хочу быть таким, как ты, папа. — Ты такой хороший, — произнес малыш, глядя на отца. — Спасибо тебе, мой мальчик, — сказал папа. — Так ты действительно не хочешь цветной капусты? — Нет, лучше умереть, чем есть капусту. — Но ведь она очень полезна, — вздохнула мама. — Наверное, — сказал малыш. — Я давно заметил, чем еда невкусней, тем она полезней. — Хотел бы я знать, почему все эти витамины содержатся только в том, что невкусно. Витамины, конечно, должны быть в шоколаде и жевательной резинке. — Сустрил, боссы. — Это самое разумное из всего, что ты сказал за последнее время, — огрызнулся малыш. После обеда малыш отправился к себе в комнату. Всем сердцем он желал, чтобы Карлсон прилетел поскорее. Ведь на днях малыш уедет за город, поэтому теперь они должны встречаться как можно чаще. Должно быть, Карлсон почувствовал, что малыш его ждет. Едва малыш высунул нос в окошко, как Карлсон уже был тут как тут. — Сегодня у тебя нет жара? — спросил малыш. — У меня жара? — у меня никогда не бывает жара. Это внушение. — Ты внушил себе, что у тебя жар? — удивился малыш. — Нет, это я тебе внушил, что у меня жар. — радостно ответил Карлсон и засмеялся. — Угадай, кто лучший в мире выдумщик? Карлсон ни минуты не стоял на месте. Разговаривая, он все время кружил по комнате. Трогал все, что попадалось под руку. С любопытством открывал и закрывал ящики и разглядывал каждую вещь с большим интересом. Нет, сегодня у меня нет никакого жара. Сегодня я здоров, как бык, и расположен слегка поразвлечься. Малыш тоже был не прочь поразвлечься. Но он хотел, чтобы прежде папа, мама, Босса и Беттон увидели, наконец, Карлсона и перестали бы уверять малыша, что Карлсона не существует. — Подожди меня минуточку, — поспешно сказал малыш. — Я сейчас вернусь. И он стремглав побежал в столовую. Босса и Беттон дома не оказалось. Это, конечно, было очень досадно. Но зато мама и папа сидели у камина. Малыш сказал им, сильно волнуясь. — Мама и папа, идите скорее в мою комнату! Он решил пока не говорить им о Карлсоне. Будет лучше, если они увидят его без предупреждения. — А может быть, ты посидишь с нами? — предложила мама. Но малыш потянул её за руку. — Нет, вы должны пойти ко мне. Там вы увидите одну вещь. Недолгие переговоры завершились успешно. Папа и мама пошли вместе с ним. Счастливый малыш с радостью распахнул дверь своей комнаты. «Наконец-то они увидят Карлсона!» И тут малыш едва не заплакал. Так он был обескуражен. Комната оказалась пустой, как и в тот раз, когда он привёл всю семью знакомиться с Карлсоном. «Ну что же мы должны здесь увидеть?» — спросил папа. «Ничего особенного», — пробормотал малыш. К счастью, в эту минуту раздался телефонный звонок. Папа пошёл говорить по телефону, и мама вспомнила, что в духовке у неё сидит сладкий пирог, и поспешила на кухню. Так что на этот раз малышу не пришлось объясняться. Оставшись один, малыш присел у окна. Он очень сердился на Карлсона и решил высказать ему всё на чистоту, если тот снова прилетит. Но никто не прилетел. Вместо этого открылась дверца шкафа, и оттуда высунулась лукавая физиономия Карлсона. Малыш просто остолбенел от изумления. «Что ты делал в моём шкафу?» Сказать тебе, что я там высиживал цыплят? Но это было бы неправдой. Сказать, что я думал о своих грехах? Это тоже было бы неправдой. Может быть, сказать, что я лежал на полке и отдыхал? «Вот это будет правда!» Ответил Карлсон. Малыш тотчас же забыл, что сердился на Карлсона. Он был так рад, что Карлсон нашёлся. Этот прекрасный шкаф прямо создан для игры в прятки. Давай поиграем. Я опять лягу на полку, «А ты будешь меня искать!» Сказал Карлсон. И не дожидаясь ответа малыша, Карлсон скрылся в шкафу. Малыш услышал, как он там карабкается, забираясь, видимо, на верхнюю полку. «Ну а теперь ищи!» Крикнул Карлсон. Малыш распахнул дверцы шкафа и, конечно, сразу же увидел лежащего на полке Карлсона. «Фу! Какой ты противный!» закричал Карлсон. «Ты что, не мог сначала хоть немножечко поискать меня под кроватью, за письменным столом или еще где-нибудь?» «Ну раз ты такой, я с тобой больше не играю!» «Фу! Какой ты противный!» В эту минуту раздался звонок у входной двери и из передней послышался мамин голос. «Малыш, к тебе пришли!» Кристор и Гунила. «Этого сообщения было достаточно, чтобы у Карлсона улучшилось настроение!» «Подожди! Мы сейчас с ними сыграем штуку!» прошептал он малышу. «Притвори-ка за мной поплотнее дверцу шкафа!» Малыш едва успел закрыть шкаф, как в комнату вошли Гунила и Кристор. Они жили на той же улице, что и малыш, и учились с ним в одном классе. Малышу очень нравилась Гунила, и он часто рассказывал своей маме, какая она ужасно хорошая. Кристора малыш тоже любил и давно уже простил ему шишку на лбу. Правда, с Кристором они частенько дрались, но всегда тут же мирились. Впрочем, дрался малыш не только с Кристором, а почти со всеми ребятами с их улицы. Но вот Гунилу он никогда не бил. «Как это получается, что ты еще ни разу не стукнул Гунилу?» спросила как-то мама. «Она такая ужасно хорошая, что ее незачем бить», ответил малыш. Но все же и Гунила могла иногда вывести малыша из себя. Вчера, например, когда они втроем возвращались из школы, и малыш рассказывал им о Карлсоне, Гунила расхохоталась и сказала, что все это выдумки. Кристор с ней согласился, и малыш был вынужден его стукнуть. В ответ на это Кристор и швырнул в него камнем. Но сейчас они, как ни в чем не бывало, пришли к малышу в гости. А Кристор привел даже своего щенка Йоффу. Увидев Йоффу, малыш так обрадовался, что совсем забыл про Карлсона, который лежал на полке в шкафу. «Ничего нет на свете лучше собаки», подумал малыш. Йоффа прыгал и лаял, а малыш обнимал его и гладил. Кристор стоял рядом и совершенно спокойно наблюдал, как малыш ласкает Йоффу. Он ведь знал, что Йоффа это его собака, а не чья-нибудь еще, так что пусть себе малыш играет с ней сколько хочет. Вдруг в самый разгар возни малыша с Йоффой Гунила хитно посмеиваясь спросила, «А где же твой друг Карлсон, который живет на крыше?» «Мы думали, что застанем его у тебя». И только теперь малыш вспомнил, что Карлсон лежит на полке в его шкафу, но так как он не знал, какую проделку на этот раз затеял Карлсон, он ничего не сказал об этом Кристеру и Гуниле. «Вот ты, Гунила, думаешь, что я все сочинил про Карлсона, который живет на крыше?» «Вчера ты говорила, что он выдумка». «Конечно, он и есть выдумка», ответила Гунила и расхохоталась. На ее щеках появились ямочки. «Ну а если он не выдумка?» хитро спросил малыш. «Но ведь он на самом деле выдумка», вмешался в разговор Кристер. «А вот и нет», закричал малыш. И не успел он обдумать, стоит ли попытаться разрешить этот спор словами, а не кулаками, или лучше сразу стукнуть Кристера, как вдруг из шкафа раздалась громко и отчетливо. «Кукареку!» «Что это такое?» воскликнула гунила. И ее красный, как вишня, ротик широко раскрылся от удивления. «Кукареку!» послышалось снова из шкафа. Точь в точь, как кричат настоящие петухи. «У тебя что, петух живет в гардеробе?» удивился Кристер. Йофа заворчал и покосился на шкаф. Малыш расхохотался, он так смеялся, что не мог говорить. «Кукареку!» раздалось в третий раз. «Я сейчас открою шкаф и погляжу, что там?» сказала Гунила и отворила дверцу. Кристер подскочил к ней и тоже заглянул в шкаф. Вначале они ничего не заметили, кроме висящей одежды, но потом с верхней полки раздалось хихиканье. Кристер и Гунила посмотрели наверх и увидели на полке маленького толстого человечка. Удобно примастившись, он лежал, подперев рукой голову и покачивал правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли. Кристер и Гунила молча смотрели на человечка. «Не в силах вымолвить ни слова». И лишь Йоффа продолжал тихонько рычать. Когда к Гуниле вернулся дар речи, она проговорила. «Это кто такой?» «Всего лишь маленькая выдумка», ответил странный человечек. Стал еще энергичнее болтать ножкой. «Маленькая фантазия, которая лежит себе да отдыхает. Короче говоря, выдумка». «Это это», проговорил Кристер запинаясь. «Маленькая выдумка, которая лежит себе и кричит по-петушиному», сказал человечек. «Это Карлсон, который живет на крыше», прошептала Гунила. «Конечно, а кто же еще? Уж не думаешь ли ты, что старая Фру Густавсен, которой девяносто два года, незаметно пробралась сюда и разлеглась на полке?» Малыш просто зашелся от смеха. Уж очень глупо выглядели растерянные Кристор и Гунила. «Они, наверное, онемели», едва выговорил малыш. Одним прыжком Карлсон соскочил с полки. Он подошел к Гуниле и ущипнул ее за щеку. «А это что за маленькая выдумка?» «Мы...» пробормотал Кристор. «Но тебя, наверное, зовут Август?» спросил Карлсон у Кристора. «Меня зовут вовсе не Август», ответил Кристор. «Хорошо, продолжим», сказал Карлсон. «Их зовут Гунила и Кристор», объяснил малыш. «Да, просто трудно поверить, до чего иногда не везет людям». «Но теперь уж ничего не попишешь». «А кроме того, не могут же всех звать Карлсон ими». Карлсон огляделся, словно чего-то ища и поспешно объяснил. «А теперь я бы не прочь немного поразлирся. Может, пошвыряем стулья из окна или затем еще какую-нибудь игру в этом роде». Малыш не считал, что это будет очень веселая игра. К тому же он твердо знал, что мама и папа не одобрят такой забавы. «Ну, я вижу, вы трусы. Если вы будете такими нерешительными, у вас ничего не выйдет. Раз вам не нравится мое предложение, придумайте что-нибудь другое, а то я с вами не буду веселиться». «Я должен чем-нибудь позабавиться», сказал Карлсон и обиженно надул губы. «Погоди, мы сейчас что-нибудь придумаем», умоляюще прошептал малыш. Но Карлсон, видимо, решил обидеться всерьез. «Вот возьму и улечу сейчас отсюда», проворчал он. все трое понимали, какая это будет беда, если Карлсон улетит. И хором принялись уговаривать его остаться. Карлсон с минуту сидел молча, продолжая дуться. «Это, конечно, не наверняка, но я, пожалуй, смог бы остаться, если вот она...» И Карлсон показал своим пухлым пальчиком на Гунилу, погладит меня по голове и скажет «Мой милый Карлсон». Гунила с радостью погладила его и ласково попросила «Миленький Карлсон, оставайся, мы обязательно что-нибудь придумаем». «Ну ладно», сказал Карлсон, «Я пожалуй останусь». У детей вырвался вздох облегчения. Мама и папа малыша обычно гуляли по вечерам. Вот и теперь мама крикнула из прихожей «Малыш, Кристор и Гунила могут остаться у тебя до восьми часов, потом ты быстро ляжешь в постель, а когда мы вернемся, я зайду к тебе пожелать спокойной ночи». И дети услышали, как хлопнула входная дверь. «А почему она не сказала, до какого часа я могу здесь остаться?» спросил Карлсон и выпятил нижнюю губу. «Если все ко мне так несправедливы, то я с вами не буду водиться. ты можешь остаться здесь до скольки хочешь», ответил малыш. Карлсон еще больше выпятил губу. «А почему меня не выставят отсюда ровно восемь, как всех?» сказал Карлсон обиженным тоном. «Нет, так я не играю». «Хорошо, я попрошу маму, чтобы она отправила тебя домой в восемь часов», пообещал малыш. «Ну, а ты придумал, во что мы будем играть?» Дурное настроение Карлсона как рукой сняло. «Мы будем играть в привидения и пугать людей. Вы даже не представляете себе, что я могу сделать с помощью одной небольшой простыни. Если бы все люди, которых я пугал до смерти, давали мне за это по пять эры, я бы мог купить целую гору шоколада. Ведь я лучшая в мире привидение», сказал Карлсон, и глаза его весело заблестели. Малыш Кристор и Гунила с радостью согласились играть в привидения. Но малыш сказал, «Вовсе не обязательно так ужасно пугать людей». «Спокойствие, только спокойствие», ответил Карлсон. «Не тебе учить лучшие в мире привидения. Как должны вести себя привидения?» «Я только слегка попугаю всех до смерти. Никто этого даже не заметит». Он подошел к кровати малыша и взял простыню. «Материал подходящий, можно сделать вполне приличную одежду для привидения». Карлсон достал из ящика письменного стола цветные мелки и нарисовал в одном углу простыни страшную рожу. Потом он взял ножницы и прежде чем малыш успел его остановить, быстро прорезал две дырки для глаз. «Простыня это пустяки, дело житейское, а привидение должно видеть, что происходит вокруг иначе оно начнет блуждать и попадет в конце концов не весть куда». Затем Карлсон закутался с головой в простыню так, что видны были только его маленькие пухлые ручки. Хотя дети и знали, что это всего-навсего Карлсон закутаны в простыню. Они все же слегка испугались. А что касается Йоффе, то он бешено залаял. Когда же Карлсон включил свой моторчик и принялся летать вокруг люстры, простыня на нем так и развивалась. Стало еще страшнее. Это было и вправду жуткое зрелище. «Я небольшое привидение с мотором!» кричал он. «Дикое, но симпатичное!» Дети притихли и боязливо следили за его полетом. А Йоффа просто надрывался от лая. «Вообще говоря, продолжал Карлсон, я люблю, когда во время полета жужжит мотор. Но поскольку я привидение, следует, вероятно, включить глушитель. Вот так он сделал несколько кругов совершенно бесшумно и стал еще больше похож на привидение. Теперь дело было лишь за тем, чтобы найти кого пугать. «Может быть, мы отправимся на лестничную площадку? Кто-нибудь войдет в дом и испугается до смерти?» В это время зазвонил телефон, но малыш решил не подходить. Пусть себе звонят. Между тем Карлсон принялся громко вздыхать и стонать на разные лады. Грош цена тому привидению, которая не умеет как следует вздыхать и стонать, пояснил он. Это первое, чему учат юное привидение в привиденческой школе. На все эти приготовления ушло немало времени, когда они уже стояли перед входной дверью и собирались выйти на лестничную площадку, чтобы пугать прохожих. Послышалось какое-то слабое царапание. Малыш было подумал, что это мама и папа возвращаются домой. Но вдруг он увидел, как в щели ящика для писем кто-то просовывает стальную проволоку. и малыш сразу понял, что к ним лезут воры. Он вспомнил, что на днях папа читал маме статью из газеты. Там говорилось, что в городе появилось очень много квартирных воров. Они сперва звонят по телефону. Убедившись, что дома никого нет, воры взламывают замок и выносят из квартиры все ценное. Малыш страшно испугался, когда понял, что происходит. Кристер и Гунила испугались не меньше. Кристер запер Йофу в комнате малыша, чтобы он своим лаем не испортил игру в привидение и теперь очень пожалел об этом. Один только Карлсон ничуть не испугался. Спокойствие, только спокойствие, прошептал он. Для такого случая привидение незаменимая вещь. Давайте тихонько пойдем в столовую. Наверное, там твой отец хранит золотые слитки и бриллианты. Карлсон малыш Гунила и Кристер на цыпочках пробрались в столовую и, стараясь не шуметь, спрятались за мебелью. Кто где. Карлсон залез в красивый старинный буфет. Там у мамы лежали скатерти и салфетки и кое-как прикрыл за собой дверцу. Плотно закрыть он и не успел, потому что как раз в этот момент в столовую крадучись вошли воры. Малыш, который лежал под диваном у камина, осторожно выснулся и посмотрел. Посреди комнаты стояли двое парней весьма мерзкого вида. И представьте себе, это были Филе и Руле. Теперь надо узнать, где у них лежат деньги, сказал Филе хриплым шепотом. Ясное дело, здесь отозвался Руле, указывая на старинный секретер со множеством ящиков. Малыш знал, что в одном из этих ящиков мама держала деньги на хозяйство, а в другом хранила красивые драгоценные кольца и брошки, которые ей подарила бабушка и папины золотые медали, полученные им в награду за меткую стрельбу. Как будет ужасно, если все это унесут воры, подумал малыш. «Пощи-ка здесь», сказал Филе, «а я пойду на кухню, посмотрю, нет ли там серебряных ложек и вилок». Филе исчез, а Руле начал выдвигать ящики секретера, и вдруг он прямо свистнул от восторга. «Наверно, нашел деньги», подумал малыш. Руле выдвинул другой ящик и снова свистнул. Он увидел кольца и брошки, но больше он уже не свистел, потому что в это мгновение распахнулись дверцы буфета, и оттуда, издавая страшные стоны, выпорхнуло привидение. Когда Руле обернулся и увидел, он хрюкнул от ужаса и уронил на пол деньги, кольца, брошки и все остальное. Привидение порхало вокруг него, стонало и вздыхало. Потом оно вдруг устремилось на кухню. Секунду спустя в столовую ворвался Филе. Он был бледен, как полотно. «П-п-руле там ревидение!» завопил он. Он хотел крикнуть «Руле там привидение!» Но от страха у него заплетался язык, и получилось «П-в-руле там ревидение!» Да и немудрено было испугаться. Следом за ним в комнату влетело привидение и принялось так жутко вздыхать и стонать, что просто дух захватывало. Рули и Филе бросились к двери, а привидение вилось вокруг них. Не помня себя от страха, они выскочили в прихожую оттуда на лестничную площадку. Привидение преследовало их по пятам, гнало вниз по лестнице и выкрикивало время от времени глухим страшным голосом «Спокойствие! Только спокойствие! Сейчас я вас настигну, и тут-то вам будет весело!» Но потом привидение устало и вернулось в столовую. Малыш собрал с пола деньги, кольца, брошки и положил все это обратно в секретер. А Гунила и Кристофер подобрали все вилки и ложки, которые уронил Филе, когда он метался между кухней и столовой. Лучшее в мире привидение это Карлсон, который живет на крыше, сказало привидение и сняло с себя простыню. Дети смеялись, они были счастливы. А Карлсон добавил, ничто не может сравниться с привидением, когда надо пугать воров. Если бы люди это знали, то непременно привязали по маленькому злобному привидению в каждой кассе в городе. Малыш прыгал от радости, что все обернулось так хорошо. Люди настолько глупы, что верят в привидение просто смешно, воскликнул он. Папа говорит, что вообще ничего сверхъестественного не существует. И малыш как бы в подтверждение этих слов кивнул головой. Дураки эти воры, они подумали, что из буфета вылетело привидение, а на самом деле это был просто Карлсон, который живет на крыше. Ничего сверхъестественного! Мы вместе прочитали еще одну главу удивительной сказки. Если тебе понравилось, ставь палец вверх под видео и подписывайся на канал, чтобы услышать новые сказки и приключения.